Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Коргием. Ну что, на ночь глядя, будет страшная сказочка. А сказочка про Кащея, якобы бессмертного. А сказочка о том, что, как мы все знаем, смерть Кащеева была в игле, а игла-то в яйце, а яйцо в утке, а утка в ларце, а ларец на дубе. Так вот, мои хорошие, дело в том, что наш богатырь со своей армией, с бройными силами Украины, подбирается к дубу. И стоит наша армия у самого дуба, еще немножко, и дотянется она до ларца с Кащеевой смертью. Вот такая сказочка, такая сказочка. А мы с вами посмотрим в свете последних событий. А события-то интересные, под самой Москвой взрывы. И ПВО не видит, и в Брянске террористы, и партизаны активировались. И вообще, и вообще, неспокойно на болотах, неспокойно. Что ж творится-то? Что ждет путинский режим в ближайшее время? Сколько осталось времени, иголочки-то в яйце покоятся? Ой, яйцо уже начинает потрескивать. Ой! А уточка-то покрякивать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Клонятся веточки дуба? Клонятся! Итак, путинский режим. Кремль. Что творится в Кремле? Путинский режим. Что у вас там происходит? Чего вам ждать? Чего опасаться? Путинский режим. Путинский оплот. Кремлевские дела. К чему идет? Ой, висят, висят, подвисли дела. Идет к тому, что жертву. Будут жертву искать. Кого сдавать? Только говорю. Видите, кого ищут, смотрите. Готовятся к жертву. Сделать жертву. Жертвоприношение. Ну, это очень, да, по-кремлевски. Жертвоприношение. Это просто вот, это в их стиле. Да, и ищут, подшельнику ищут. Кого будем сдавать? Кремль. Королева Пентакли. Королева Пентакли пытается решать проблему. Опять королева. Уж в какой раз эта королева у меня тут крутится под ногами, да? Интересно прям посмотреть, что за королева такая. Пытается работать, пытается что-то такое крутить, вертеть, пытается сотрудничать. Ну, посмотрите, она связана в кои-то веки. Даже эта королева, которая постоянно разруливала их вопросы, всегда эта королева была где-то возле Путина, всегда она как-то помогала, всегда она как-то поддерживала. Я не знаю, что это за королева, возможно, это вообще какой-то образ на самом деле, даже страны или еще что-то, может быть, сила, это, может, это их загадочная душа. Но какая-то королева во всех, во всех абсолютно раскладах присутствовала, некая дама. И вот эта дама в своем сотрудничестве, в своей работе заходит в тупик. Она связана. Пришло время, когда их главная, некая дама, которая всегда разруливала проблемы Кремля, наконец-то связана по рукам и ногам. И она ничего не может сделать. Даже она, да, последняя надежда на эту королеву, и то, вот она, да, и то связана, ничего не может сделать. И туда она, и сюда она, и во все стороны, да, пытается найти поддержку, а везде тупик. Связаны преграды. Преграды в их каких-то делах и сотрудничестве. Ой, беда. Король Пентакли. Король Пентакли занимается своими пентакливыми делами. Ну, посмотрите. Пентакливые короли начинают вывозить, вывозить свои пентакли. Спасать, что есть. Спасать то, что осталось. Осталось много, несмотря на все их потери. Они пытаются спасти, что есть. Вот что, что еще можно сохранить, они пытаются спасать. Свои пентакли, свои семьи. Я не удивлюсь, если сейчас какие-то там олигархи, какие-то приближенные к Кремлю люди будут вывозить свои семьи. Потому что взрывы приближаются, да, удивительные какие-то там эти, понимаете, хлопки все ближе к Кремлю. Тем более, как раз 90-е, да, под Москвой. Под Москвой. Как раз там, где ближе уже к этим элитным поселочкам. И вы посмотрите, все эти пентакливые короли быстренько эвакуируют свои семьи и свои манатки. Манатки своим, пентакли свои. Эвакуируют. Из Москвы подалия. Подалия. Интересно, куда. Так. Ну что, все еще пытаются с каким-то аэрофантом договориться. Какие-то дороги Кремль какому-то аэрофанту протаптывает. Ну, может быть, Китай. Не утверждаю, да. Но я бы сказала так. Новые дороги в сторону аэрофанта. Надеются на него. Надеются на этого аэрофанта, что он чем-то поможет. Ну, мои хорошие. Но он не хочет. Но он не хочет. Вот у них. Топчут они, протаптывают дорожки в сторону аэрофанта. А он говорит, не хочу. А я не хочу-ха. Сами разбирайтесь. Сами кашу заварили, сами разбирайтесь. Вот такие аэрофанты. Такие аэрофанты. Ну, что? Скорее всего, что оседлают колесницу. Оседлают колесницу. И быстро. Быстро оседлают колесницу. На быстрых конях поскачут. Поскачут кремлевские короли. Поскачут куда? Ага. Договариваться поскачут. Договариваться. Договариваться в какую-то жезловую королеву. Скажем так, договариваться в какую-то жезловую страну. Поскачут. Да? Угу. Прям договариваться по влюбленным. Угу. Угу. Зачем поедут? Ну, тупики везде. Тупики. За спасением будут ехать. Кругом тупик. Полный тупик. И нужно им найти какой-то берег для себя. Ой, Господи. Какие-то берега для себя нужно найти. Найти, кто их готов принять. Понимаете? Найти для себя безопасное место. А кругом тупики. И их не особо где-то хотят видеть. Никому не нужны они, понимаете? Они со своими пентаклями. Никто не хочет даже репутацию свою портить. Ну, вот не знаю. Разве что иерафант, понимаете, китайский. Да и тот что-то отказывается такое. Тут они сильно мне и надо. Понимаете, что творится? Вот так вот. А нигде не нужны. Если раньше в любом уголке мира ждали с распростертыми, понимаете ли, объятиями. Российских олигархов. Заходи, дорогой. А сейчас говорит. Да иди ты к лешему. Иди ты к лешему. Не оберешься, потом от тебя проблем. Проваливай. Нет тебе. Нет тебе дороги. Шлагбаум. Дорога закрыта. Нет. Не хотят их видеть. Но они стараются искать. Стараются искать. Видите, какую-то жезловую нашли. Какую-то лазейку для себя. Какую-то жезловую страну нашли. И пытаются с ней договориться. Навострилили туда активно колесницы. Угу. Восходно. То есть вариантов нет. Начинается внутренняя борьба. Как будто бы крысы в бочке. Знаете, их поджаривают на костре. И они сначала ничего. А потом бочка накаляется. И вот чем больше эта бочка накаляется, тем больше эти крысы начинают шевелиться. И пошла такая внутренняя борьба, борьба, борьба друг с другом, друг с другом за выживание. Угу. Так. Осталась у них надежда на какого-то гонца на Кубкового. Все еще они надеются в надеждах. Испытывают надежду. Хреновенько им. Но надеются на кого-то. Кто-то им что-то пообещал. Угу. Пообещал спасение. Даже конкретно. Пообещал императрицу спасение. Что если что, я, как говорится, помогу. Если что, заходи. Ну. В дороге. За морями. За морями. Какая-то дорога. В дороге. То есть где-то это, понимаете, за пределами России. Угу. Ну и что? Спасутся они там? Спасутся ли? Ну, как вам сказать? Ой, я бы сказала так. Кто-то спасется. Кто-то попадет под меч. Кого-то просто кинут. А кого-то кинут. Денежки заберут. И кинут. Ну, так бывает. Так бывает. Например. Деньги положи на счет. Поклал. Молодец. А теперь счет замораживаем. А ты иди с Богом. А тебя депортируем. Понимаете? То есть будут вот такие ситуации разные. Подставы. Когда, как бы, помогаю. Помогаю за деньгу. Да? За какую-то... За вознаграждение. А потом кидаю тебя. А потом кидаю. Ну, извините, обстоятельства. Ну, вам же не привыкать, да? Вам же не привыкать, русские пентакливые короли. Вы же так умеете поступать с другими людьми. Вот сейчас с ними, знаете, будут поступать так, как они многие годы поступали с другими людьми. Их кинут. Получат они уже в скорости 10 мячей, причем там, где даже не ожидают. Там получат, где, казалось бы, все под контролем. Там, где все у них под контролем, где они держатся, держат ситуацию в своих руках, казалось бы, но здесь-то точно, да? Здесь точно я все контролирую. Здесь моя территория, моя территория. И вот они на этой их территории, там, где они не ожидают, получат удар. Удар неожиданный на их территории. Причем не будут понимать, как и откуда. Как так-то? Как так-то случилось? Ну, что сказать? Ну, и мы подобрались к самому императору, к самому главному. А император-то намыливается, намыливается. Видите, император-то тоже ищет, ищет свою дорожку. Весь земной шарик крутит перед собой и ищет дорогу-то себе. А куда мне-то идти? Куда мне-то бежать? Да? А мне-то что делать? Видимо, начал даже император понимать. Даже император. Ну, кто там у них император? Я не знаю. Я вот не уверена, кто у них император. Так вот, даже тот самый император думу думает. А куда же мне лыжи навострить? В какую же сторону лыжи-то навострить? Что же мне делать? Крутит перед собой земной шарик и думает. Шар земной большой, а места-то мне на нем и нет. Метр на два тебе место. И метров пять в глубину, чтобы не вылез. Такая история, мои хорошие. Ну, что можно сказать? Судя по этому раскладу, уже не просто подбираются к дубу. Смерть Кащеева подбирается к дубу. А я бы сказала, уже и дуб расшатывает. Конкретно так качает. И снайперы нацелились отстреливать утку. Все к тому. Я бы сказала, знаете, какие-то интересные события, интересные, приближаются. И Кремль уже не такое безопасное место для императора. И для его пентакливых королей. И подумывают они, а куда бы отсюда валить? Куда бы отсюда валить и семьи свои перевести? И богатства свои перевести? И где бы найти такой уголок, такую жезловую страну, которая бы захотела их принять? Потому что даже тот иерофант, на которого они надеялись, не очень-то им рад. И начинает морозиться и отказываться от помощи. Никому не нужны эти неприятности. Никому. Есть вещи дороже денег, как оказалось. Вот такая история, такая история. Ну что ж, поживем, посмотрим. Знаете, еще полгода назад, когда я говорила, что Москва будет гореть, на Москву полетит, я получала просто сотнями, не успевала блокировать сообщения от Русни. Именно, да, я говорю, Русни, которые утверждали, ха-ха-ха, вы безумцы, ха-ха-ха, такого не будет никогда, ха-ха-ха. А ведь я говорила, смеется тот, кто смеется последний. Ну что, похихикаем? Поехали.